Друзья, приветствую, с вами Александр Демченко и Евгений Киселёв. И это означает, что вы смотрите наш итоговый выпуск, который посвящен самым важным и нашумевшим событиям минувшей недели. Друзья, их было очень много, поэтому будем обсуждать как можно больше, что успеем. Но, пожалуйста, перед тем, как мы начнём, я вас призываю в очередной раз подписываться на все наши YouTube-площадки, на два YouTube-канала Дмитрия Гордона. Обязательно на YouTube-канал Евгения Киселёва подписывайтесь. Оставляйте как можно больше лайков и комментариев уже под этой нашей беседой. Не жалейте, не скупитесь. Мы с Евгением Алексеевичем очень-очень сильно сегодня постараемся, правда. И вы старайтесь. Евгений Алексеевич, что-то стало происходить неладное на Кавказе. Кадыров заявил, что ему огласили кровную месть. Сулейман Керимов и другие ингуши, дагестанцы, все на свете. Начались покушения в Дагестане. Параллельно кто-то стал взрывать Чечню. Бензоколонки. Еще больше параллельно началась какая-то такая война между Росгвардией Золотовым, который поддерживает Кадырова, и между Кочневым ФСО, ФСБ, которое поддерживает Сулеймана Керимова. Взорвется ли Кавказ в России, на ваш взгляд? Александр, вот вы сейчас все это рассказываете, как будто бы не было предыдущих 30 лет. В декабре будет 30 лет, как началась Первая Чеченская война, и в каком-то смысле она не прекращается. Ну а если вспомнить историю Российской империи, то позвольте мне напомнить, почти 50 лет в 19 веке Россия вела войну на Кавказе, завоевывая вот эти самые земли, где сейчас находится Дагестан, Чечня, Ингушетия и прочие республики Северного Кавказа. Вы представляете, что это было тогда, в 19 веке? Несколько поколений российских военных, дворян, чиновников прошли через эту войну. Начинали поручиками, заканчивали полковниками и даже генералами. Получали высокие чины и ордена. Война тогда стала частью жизни, нормальной в каком-то смысле жизни существования. Российского общества. И так в итоге Кавказ-то и не покорили. И вот даже та история, вы знаете, в Киеве есть дом, на котором висит мемориальная доска, что здесь раньше стоял какой-то особняк, где останавливался имам Шамиль. Когда его, как почетного пленника, возили по России, знакомили с губернаторами разных городов и областей. И в Киев, который тогда не был столицей независимой Украины, а просто был столицей юго-западного края, тоже привезли. И вот понимаете, эта война продолжается до сих пор. И поэтому Кавказ не может не взорваться, потому что проблемы Кавказа не урегулированы. Но если он взорвется сейчас, как это повлияет на войну России против Украины? Повлияет ли это вообще? И станет ли это черным лебедем для Путина или не станет? Нет, не станет. Почему? Он просто ослаблит взрыв этот на Кавказе, путинский режим. Но, послушайте, Кавказ далеко. Вот я повторяю, 50 лет шла война за покорение Кавказа. И она не особенно влияла на политические расклады, которые были в Петербурге или в Москве. И вот эта чеченская война, которая началась, первая, я имею в виду, чеченская, постсоветская война, которая началась в декабре 1994 года. Ей, кстати, масса всяких других событий предшествовала. Ну, я же был свидетелем всего этого. Да, это был фактор общественной жизни. Да, эта война тогда вызывала крайнее неудовольствие в обществе. Не приветствовались ни боевые действия, ни жертвы. Смысл этой войны граждане тогдашней Ельцинской России не понимали. И не случайно именно поэтому Ельцин, собственно, который принял решение эту войну начать, разубедился в правильности его и в 1996 году пошел на мир. Точно так же началась эта война вновь, уже вторая, в 1999 году. Это была предвыборная война, развязанная для того, чтобы сделать вождем, военным лидером, который побеждает чеченцев, который побеждает террористов. Тоже была важным фактором общественного мнения и политической борьбы внутри России. Но не настолько существенным, не настолько чудовищным, чтобы, знаете, вся Россия взорвалась и развалилась. Тогда почему себя так ведет Рамзан Кадыров, на мой взгляд? Нет, ну это отдельная история, послушайте. Рамзан Кадыров ведет себя так, потому что он давно уже является, по сути дела, эмиром своего этого самого Северно-Кавказского Эмирата. Ну или, во всяком случае, претендует на то, чтобы быть главой вот этой вот формально несуществующей чеченской джамахерии, или назовите ее там как угодно. По сути дела, он получил от Путина ярлык на княжение, ярлык, точнее, наверное, надо сказать, на ханство, на эмирство. Чечня является территорией, которая, по сути дела, не подчиняется российским законам, где они не действуют, которая живет по заветам шариата. И я вас уверяю, когда вот Путин ослабнет, или ослабнет его режим, во главе которого будет стоять другой человек, его преемник, или какие-то другие произойдут драматические события в России, Рамзан Кадыров первым возглавит движение за восстановление независимости свободной Эчкерии. А может он уже учуял запах слабости Владимира Путина? Послушайте, ну ведь, вы помните, мы с вами даже, по-моему, обсуждали как-то этот эпизод, когда польский министр иностранных дел, вот предыдущий, не нынешний, не Радок Сикорский, а его предшественник из предыдущего правительства, осмелился выступить с каким-то заявлением, в котором осудило нарушение прав человека в Чечне, Кадыров вступил с ним в такую заочную полемику и сказал, а вы где были, когда мы, чеченцы, в 90-х годах воевали за независимость нашей страны? Вы нас тогда не поддержали, вы от нас тогда нос воротили, потому что вы считали нас инсургентами, террористами, нарушителями тоже каких-то прав и свобод граждан, и мы выдевали в одиночку и вынуждены были пойти на союз с Россией, вынуждены были пойти на союз с Россией, чтобы сохранить Чечню и чеченский народ. Читай. Значит, и он сказал тогда еще, и я сам воевал тогда за независимость Чечкерии. Ну, послушайте, это очень прозрачный сигнал, что я не забыл заветов предков, я в случае чего еще повоюю за независимость своей родины. Я почему спрашиваю? Потому что мы же видим, что помимо Кадырова, который себе стал позволять очень многое, вольготно себя вести, даже невзирая на ту власть, которую получил в этом Эмирате, как вы это называете, но также и на другие более важные структуры, на ФСО, на Кочнево, на Росгвардию, из Золотова, которые просто столкнулись лбами, выставляя перед собой вот этих вот пехотинцев. Кадырова, Сулеймана Керимова и всех остальных. Вот они тоже себе стали позволять вольготность какую-то определенную. Сулеймана Керимова, можно назвать пехотинцем, Сулейман Керимов утонченный, европеизированный человек, который раньше жил во Франции, потом его, кажется, оттуда турнули. Помните, были громкие деньги, задерживали, арестовывали, пытались отобрать у него дорогую недвижимость на Лазурном берегу. Ну, в некотором смысле, вот он, полная противоположность Рамзана Кадырова. Вопрос сейчас не в Керимове, вопрос в другом. Не слишком ли вольготность? Они ослаблены уже? Может быть, и на факт? Нет, смотрите. Конечно же, положение в Чечне, то, что там периодически происходят, какие-то взрывы, убийства, перестрелки, разборки между представителями разных кланов и даже разных соседних северокавказских республик, это одна история. Вторая история связана, разумеется, с тем, что у Кадырова и у его соплеменников, скажем так, а у влиятельных людей из его клана есть огромные деловые интересы, финансовые интересы в разных регионах России и в самой Москве. Они вовлечены в бизнес, в том числе и в полукриминальный бизнес, и свидетельством тому, что это и так были вот разборки с этим самым Лайдберриз в самом центре Москвы, и понятно, что он дружит, точнее, с ним дружит генерал Золотов, потому что я так полагаю, что генерал Золотов понимает, чеченская Кадыровская гвардия – это его последний резерв, когда его собственные бойцы, простые парни откуда-нибудь из Тульской, Воронежской или какой-нибудь даже далекой Новосибирской области откажутся стрелять в своих людей. Если будут массовые протесты, демонстрации, какие-то прочие выступления граждан, то последний отряд, который будет выполнять непопулярный приказ стрелять в народ – это чеченская гвардия Кадырова, и поэтому он с ним служит. Все нормально, все объяснимо. А вы знаете, что самый лучший подарок – это книга. Вот такая. И вот такая. И вот такая. И еще много-много разных моих книг с дарственной надписью. Все их можно приобрести в фирменном магазине моего мерча «Гордон Шоп». А еще там можно приобрести и вот такой кофе, и вот такую подушку, и еще много-много чего. Благодаря вам, покупателям фирменного магазина моего мерча «Гордон Шоп», я уже отправил нашим бойцам на передовую 170 дронов. Давайте отправим еще. Приходите в интернет-магазин «Гордон Шоп». Помогаем фронту. То есть Кадыров – это гарантия безопасности Золотову и Путину? Ну, разумеется, конечно. Поэтому он его, в том числе и поэтому, они его так берегут. Хорошо. Евгений Алексеевич, а как вы объясняете тот факт, что вот эти вот все кадыровские отряды, подразделения «Ахмат» и прочие-прочие, «Автияло-Удинов», они как-то не рвутся особо воевать. Они пытаются этого всего избегать. И более того, как-то они не встречаются. В Украине, конечно, да. Вот Курская область. А зачем им воевать в Украине? Курская область и так далее. Почему не рвутся, на ваш взгляд? Почему обходят стороной? Потому что это не их война. У них нет никаких конфликтов, разборок ни с кем из украинцев. У них нет никакой исторической вражды против украинского народа. Нет, понятно, что украинские хлопцы, призванные в Российскую императорскую армию, тоже воевали на Северном Кавказе и тоже там погибали. Но они воспринимались тогда как солдаты Русской империи. А сегодня это абсолютно чужая война для Кадырова. Поэтому он нигде воевать не будет. Максимум, на что он способен... Нет, ну, конечно, из политических соображений он будет имитировать активное, деятельное участие в так называемой специальной военной операции. Но при этом он постоянно будет куда-то не туда заходить, с кем-нибудь разменется непременно. Да. И в итоге по тем или иным причинам ретируется обратно. Ну, кстати, нужно... У него командиры и его солдаты. Ну, а что касается... Воевать он будет... Ну, вот, когда будет край... Вот тогда, может быть, он отправит своих бойцов, своих ланскнехтов воевать на улице Москвы. И то я шибко сомневаюсь. И то я шибко сомневаюсь. Они могут в этом принять участие, быть может, только, знаете ли, из тех же самых мотивов кровной ненависти, кровной мести. Будут стрелять в русских для того, чтобы отмстить за ту кровь, которую русские пролили на улицах Грозного или Будермеса или других городов Чечни во время Первой и Второй чеченских войн, во время вот этой попытки покорения Кавказа. Я думаю, что другой мотивации у них не будет. То есть его держат, и его отряды, Кадырова его отряды, только для революции, на ваш взгляд. Революция, бунт, протест, путь, как угодно. Ну, знаете, когда кто-то из влиятельных российских политиков, в то время еще, когда можно было задавать Путину неудобные вопросы, спросил его, почему он не наведет порядок в Чечне, почему он не даст приказ Кадырову прекратить беспредельничать, Путин ответил, а вы вот можете навести порядок в Чечне и на Северном Кавказе? Или у вас есть человек, который это может сделать? Нет. А вот Кадыров это умеет делать. Поэтому я его держу, и поэтому я его держу в особом статусе, которому все позволено. Или почти все. Перед тем, как мы дальше продолжим, есть еще некоторые вопросы, которые связаны и с войной, и с Чечнёй, отчасти или опосредованно. Меня вот что заинтересовало. Мы вспомнили о Курской области сейчас с вами, а меня интересует, а Путин взорвет Курскую атомную электростанцию? Слишком много провокаций происходит в последнее время вокруг этого объекта. Я не думаю, честно говоря. Провокации провокациями, это такой, может быть, шантаж, попытка психологической атаки, но я не думаю. Я всегда, когда говорю, что не думаю, что Путин что-то сделает, оставляю, разумеется, там какой-то процент на окончательное его безумие. Но, послушайте, взрыв атомной электростанции по своим последствиям хуже взрыва атомной бомбы. Понимаете? Потому что вам любой радиофизик расскажет про то, что там накапливается внутри ядерного реактора, вот все эти ядерные отходы, когда всё это взлетает на местность. Ну, посмотрите, там. Хиросимы, Нагасаки, цветущие японские города. Да, вот сейчас заговорили о том, что, в очередной раз заговорили о том, что эти взрывы имели место в связи с награждением движения в поддержку жертв атомных бомбардировок Японии. Нобелевская премия мира, да. Кстати, я согласен с теми моими коллегами, которые считают и пишут об этом и говорят, что в некотором смысле это может быть политическое решение, такой мягкий месседж, что мир не поймёт применение ядерного оружия в каком-либо масштабе и какой-либо мощности, даже тактического ядерного заряда, где-то на территории Украины или даже над какими-то нейтральными водами для того, чтобы продемонстрировать силу. Это месседж, думаю, Путину. Но я к тому говорю, что всё-таки за прошедшее время после бомбардировок Японии и всего ужаса, который там произошёл, Хиросима и Нагасаки сейчас благополучные цветущие города, ну а Чернобыль и Чернобыльская зона, вы же понимаете, что это по-прежнему территория малопригодная для жизни, которая требует за собой отдельного контроля, потому что, грубо говоря, руины атомной электростанции в случае взрыва остаются там, а в случае атомного взрыва всё это быстро испаряется. Друзья, мы сейчас продолжим, а вы, пожалуйста, подписывайтесь на все наши YouTube-площадки, на YouTube Евгения Киселёва, на два YouTube-канала Дмитрия Гордона. Оставляйте, пожалуйста, свои лайки и комментарии. Уже это делайте. Евгений Алексеевич, Путин, его специальные службы убили Викторию Рощину, украинскую журналисту. Во время того, как её пытались этапировать, перевозили из одного города на территорию Москвы, в Лефортово, готовился обмен, и её не стало. Мне страшно представлять, что с ней сделали, пока её везли, но это же уже тоже было, правда? И в отношении чеченцев в том числе, десятки и десятки чеченцев, которых задерживали, арестовывали после Первой и Второй чеченских войн, так и не выходили из тюрем за день, за два до выхода, их просто убивали в тюрьме? Это повторение? Ну, кстати, между прочим, существует вполне реальная версия, мы до конца этого не знаем, но существует версия о том, что, собственно говоря, и Навального ликвидировали. Да. Накануне обмена, когда стало ясно, что обмен может состояться, а Путин очень не хотел, чтобы Навальный каким-либо образом вышел на свободу. Послушайте, мы имеем дело в России с чудовищным, жестоким, бесчеловечным фашистским режимом. Фашисты способны на любые жестокости, на любые преступления, на любые вещи, которые не укладываются в голову даже нормальному человеку. Вот сегодня же я увидел информацию, по-моему, со ссылкой на украинский сайт Дипстейт, или на телеграм-канал Дипстейт, я все время путаю. Дипстейт это у нас, ну, короче говоря, на украинский Дипстейт, который подсчитал только по верифицирующимся данным, в частности, по данным аэрокосмической разведки, что 52 случая было подтвержденных, зафиксированных расстрела украинских военнослуженных, да, а в реальности их было гораздо больше. За мной Майдан, за мной Крещатик, главная улица Киева, столицы независимой Украины, которая воюет за свободу с путинской фашистской Россией. Все самые свежие новости Украины и мира, а еще профессионализм, патриотизм и совесть. Телеграм-канал Дмитрий Гордон. Вы еще не с нами? Немедленно подпишитесь и будете знать все. По данным, которые вот сейчас опубликовали британцы, более 600 тысяч погибших. Простите, вот сейчас могу ошибаться. Безвозвратных потерь, то есть погибших и тяжело раненых, которые... 500 тысяч и 150 тысяч убитыми и 500 тысяч ранеными. 650. Спасибо, спасибо. И это, собственно, подтверждается параллельно идущими расследованиями. Медиазона, да, вместе с теми же самыми журналистами BBC ведут отдельный подсчет вот только тех погибших, которые можно точно верифицировать, фотографиями, фотографиями могил, подтвержденными сообщениями в российских средствах массовой информации. Там уже, по-моему, через... За 70 тысяч зашло число подтвержденных случаев. И они всегда в конце добавляют, что реальное количество погибших в разы больше. Просто мы прочие случаи не можем верифицировать. Но условно говоря, мы легко можем допустить, что реальное число с учетом особенно пропавших без вести, испарившихся от мощных взрывов или разорванных ударами градов на куски, значительно-значительно больше. Ну, в общем, вы считаете, что Рощу он убил, потому что не хотел, чтобы она выходила? Верно? Кто? Путин? Путин, его служба в СИН, одно и то же. Режим. Знаете, я не думаю, честно говоря, что Путину было дело до журналиста Рощина. Я думаю, что убили ее просто те люди, которым она не понравилась или которым она давно не нравилась. Это могло быть убийство, знаете, из каких угодно побеждений. Из личной неприязни охранников, которые не любили эту девушку, несгибаемую, или какие-то просто, знаете, садистские побуждения. Я не исключаю того, что был какой-то приказ сверху, но не очень верю в то, что Путину есть дело до одной отдельно конкретной взятой украинской журналистки. При всем моем уважении к героическому поведению украинских журналистов, которые тоже, не только военные, журналисты тоже, попадают в плен и там тоже в плену держатся. Но для Путина люди это ничто. Примечательно, что в этот же день направили Стивена Сигова, ныне российского гражданина, ранее американского актера, на территорию Оленовки, Еленовки, Донецкая область, колония, которую Путин уже уничтожал, взрывал с азовцами и снова отправили к азовцам. Вот, посмотрите, вот куча, десятки и десятки военнопленных. В этот же день, когда убивают Рощину, это происходит. Это что за сигнал? Что хотят продемонстрировать? Ну, на самом деле это совершенно два разных направления в деятельности российских властей. Убийство Рощины это террор. Очередной пропагандистский вояж Стивена Сигала, ну, это такое активное мероприятие в духе старого КГБ. Вот российская, а раньше советская разведка занимается так называемыми активными мероприятиями. Ну, вот, есть аналитическая работа по анализу полученной информации, есть, собственно, работа по сбору этой информации разными способами, прежде всего агентурная разведка, научно-техническая разведка и так далее. И всегда в работе разведки было так называемое третье направление, активные мероприятия, когда вербовали агентов влияния, когда, скажем, соблазнив чем-то известного человека, вкладывали в его уста какие-то просоветские, а потом пророссийские месседжи, покупали редакторов и журналистов и журналистов каких-то газет и журналов, обычно не очень больших, потому что очень трудно подкупить, скажем, главного редактора газеты New York Times или главного редактора журнала Economist. Есть небольшие изданицы, газетки, иногда издающиеся в провинциальных городах Европы и Америки, с которыми можно работать, которого можно купить, которого можно, в конце концов, развести на основе каких-то там левацких убеждений. И дальше вот они начинали раньше, раньше они дули в дуду борьбы с международным империализмом в поддержку национально-освободительных движений в Азии и Африке. Ну и прославляли Советский Союз, говорили о том, какой он хороший, белый и пушистый и какой замечательный строй удалось Коммунистической партии Советского Союза построить на просторах СССР. Ну а сейчас они другие месседжи озвучивают. Понимаете, вот для... Они довольно тупо и примитивно действуют. Начальники которые стоят над этой операцией возможно по-прежнему пересматривают боевики 30-40-летней давности в которых играл молодой Стивен Сигал. Неплохое было развлекательное кино, соглашусь. Но сейчас это полный отстой. Согласитесь, да? Это давно сошедший с экранов бывший известный актер категории Б, которого просто купили. А они думают, что он по-прежнему какой-то авторитет, чудовищно популярный, а этот постаревший, растолстевший и, по-моему, поглупевший окончательно Стивен Сигал, никто и звать его никак и производит он совершенно карикатурное смешное впечатление. Евгений А куда там его везут? Ну, за это он деньги получает. Я думаю, немалые деньги, которых он уже не может заработать у себя на родине. Я хочу поговорить с вами о новом военном бюджете Путина Мишустина. Это важная тема. Но все на войну идет. Вся казна идет на войну. 30% от ВВП это общие траты на оборонку и на силовой блок. Полтора триллиона минус для пенсионеров многодетных и прочее и прочее социально незащищенных категорий населения. Огромные просто будут санкции. 600 миллиардов рублей только хотят стянуть санкции и отправить на армию. Означает ли это, что война надолго? Потому что мы все говорим вот она тогда закончится, тогда Путин берет и делает весь бюджет на войну. Надолго все. Я не экономист и не люблю комментировать вот эти экономические и финансовые темы, в которых не ощущаю себя вполне уверенно. Я ориентируюсь на мнение уважаемых мною специалистов в области экономики советской, российской. Я не оговорился. Условно говоря, Сергей Алексашенко, один из самых авторитетных в этом ряду, он же начинал как советский экономист. У него есть советский опыт, и он понимал, как устроена советская экономика, в чем она была слаба, в чем она была сильна, и почему она приказала долго жить. и вот я с ним недавно разговаривал и могу сказать только одно. Его позиция, как и позиция некоторых других известных экономистов, таких как Гуриев, Ицхоки, Некрасов, все они сходятся в одном. То ресурс Путина, экономический, финансовый ресурс по-прежнему огромен. Увы, он может еще долго вести войну и еще долго наращивать военный бюджет, его объемы, его размеры. Да, конечно, инфляция, да, конечно, снижается способность брать кредиты, поскольку такие высокие вот эти ставки Центрального банка, что и для граждан, и для малого-среднего бизнеса получение кредитов превращается в огромную проблему, порой становится недоступным. Инфляция огромная, те цифры официальные, которые публикуются, они не соответствуют реальным положению вещей, потому что ну, вот эта официальная цифра инфляции подсчитывается на основании нескольких десятков разных показателей. Удорожание стоимости товаров и услуг, которые в большинстве своем граждане в повседневной жизни не покупают и не используют, понимаете, то есть что-то там дорожает, к чему человек, образно говоря, прикладывается раз в пять или в десять лет, а основные продукты, которые люди потребляют, товары и услуги основные, вот они, там цены растут на 25-30 процентов и любой человек вам скажет, как все подорожало, дорожают билеты на самолеты, дорожают билеты на поезда, дорожает ЖКХ, дорожают базовые продукты питания очень сильно, но люди терпят, вот при вы понимаете, здесь еще вводятся неизмеримые инструментами точных наук, а экономика в некотором смысле это достаточно точная наука, но вот экономические инструменты, которые имеются в руках у коллективного Алексашенко, не в состоянии замерить пределы долготерпения российских граждан. Мы знаем чисто эмпирически, что, к сожалению, российские граждане в силу, может быть, вековых национально-психологических или социально-психологических традиций удивительно терпеливый, толерантный по отношению к власти народ, как в том анекдоте, знаете, завтра будем каждого третьего вешать, томительная пауза, а потом вопрос, а веревочку свою приносить? Евгений Алексеевич, я почему это все спрашиваю? Должна состояться была встреча лидеров Украины, Британии, Франции, Германии и США на территории Берлина. Должен был пройти Рамштайн. Байден не приехал, а Флориде ураган, действительно ураган, действительно бедствие, действительно там выборы, это все правда. Он не приехал. Параллельно сегодня буквально Бильд пишет о том, что Шольц отказывается предоставлять Украине военную технику, танки, бронетехнику, тяжелую военную технику. Еще нужно эту всю информацию перепроверить, может неправда. Еще больше. Вроде бы Шольц захотел позвонить Путину, вроде бы у Путина сказали, что Шольцам говорить по телефону не хотят. При этом Зеленский просит дальнобойное оружие, план победы представляет и прочее, прочее, прочее. А Путину, вот какой ключевой вопрос, а Путину вообще нужно, чтобы эта война останавливалась? Ему вообще нужна пауза в этой войне или нет? Хороший вопрос. Но давайте порассуждаем. Давайте. Смотрите, почему Путин начал эту войну? Я думаю, что у него было несколько причин. Одна сугубо личная. у него обида и злость на Украину, на украинское общество, на украинский народ, потому что он не подчинился диктату из Москвы. Да. Вот через месяц будет 20 лет, как в Киеве начался оранжевый Майдан, который привел к первому существенному внешнеполитическому поражению Владимира Путина. Я напомню, в 2004 году Путин был как раз переизбран в марте месяце на второй срок, сформировал свое новое правительство и окружил себя чиновниками уже по собственному выбору, без учета каких-то договоренностей с предыдущим президентом, потому что на протяжении своего первого срока он был, особенно в кадровых вопросах, связан обязательствами, которые он дал Ельцину, когда тот сделал его своим преемником. Поэтому и глава его администрации Волошин, и его премьер-министр Касьянов, и множество других людей, расставленных на важные посты в государстве, были в некотором смысле слугами двух господ. А вот в 2004-м, когда увольняли Касьянова, ближайший помощник Путина сказал Михаилу Михайловичу, спасибо большое Михаил Михайлович, научили нас управлять государством, теперь будем управлять сами без вас. И вот они начали управлять сами, без коллективного Касьянова, образно говоря, и пустились в том числе в украинскую авантюру под названием «Сделаем Витю Януковича президентом нашей соседней страны, и все у нас будет хорошо». И вот эта операция Янукович закончилась полным провалом, несмотря на то, что Путин дважды его поздравлял с победой на выборах, сначала предварительно, потом официально. Ну, а в итоге полный афронт победили те, кто противостоял Путину. И, конечно же, это было колоссальное унижение. Вот мы не понимаем порой, как он был тогда унижен, как он скрежетал зубами. А потом началась Болотная и Сахарова, что было следствием отчасти. Болотная и Сахарова, да, отчасти было следствием. Ну, он так воспринимал это. Вполне вероятно, что он думал эти белоленточники, они, конечно, там берут пример с украинцев. Да. Использовал при этом другой термин, я думаю. Но дальше повторилось это в 2014 году. Дальше это повторялось на протяжении нескольких лет, когда Путин пытался навязать Украине так называемые Минские соглашения. И категорически отказывался от любых переговоров о том, чтобы эти соглашения приспособить к реальной жизни, модифицировать, чтобы сделать их, если угодно, взаимно выгодными. дед. Он хотел засадить в здоровое тело Украины гангренозную конечность или скажем раковую опухоль под названием ЛНР-ДНР и разлагать Украину дальше с помощью вот этой раковой опухоли. Не вышло, да, и тогда вот он уже пошел войной. Но, конечно же, война для него еще и способ консолидации власти, способ ужесточить внутренние порядки, время военное, соответственно, можно принимать драконовские законы, можно вводить жесточайшую цензуру прессы, можно позволить правоохранительным органам, так называемым, спецслужбам, силовикам и людям вроде Кадырова творить все, что угодно, но и страна вообще превращается в какую-то большую-пребольшую Северную Корею перемешанную с Ираном или с Гитлеровской Германией, скажем так. Какой-то симбиоз Гитлеровской Германии, Северной Кореи и Исламской Республики Иран. И, конечно же, ему для того, чтобы продолжать в том же духе война необходима как воздух. Другое дело, что передышка ему, да, нужна на год, на два, для того, чтобы пополнить арсеналы, для того, чтобы подготовить более профессиональных военных. Ведь смотрите, если действительно такое количество потерь личного состава у российской армии, это прежде всего означает, что на первом особенной этапе войны повыбито было огромное количество наиболее подготовленных контрактников, сверхсрочников, офицеров, которые прошли мало-мальски серьезную подготовку. А потом уже приходилось постоянно доукомплектовывать там вагнеровцами, зэками. Сейчас смотрите, что уже пошло. Путин же подписал указ, в котором говорится о том, что можно призывать в армию и освобождать от уголовной ответственности лиц, которые находятся под следствием или в процессе судебного разбирательства. Да. Скоро можно будет брать тех, против которых еще даже следователи не работали, которые ни в чем не виновны. Но, Евгений Алексеевич, вы смотрите, у Путина недавно был день рождения, 7 октября, 72 годика ему исполнилось. Кстати, что вы пожелали ему в эту его 72-ю осень? Ну, вы издеваетесь, я ему ничего не пожелал. Пожелали бы. Евгений Алексеевич, хорошо, не хотите желать ему не надо, но вся страна, вся Россия выложилась в букву Пу. Детей выложили на площадях, заставили маршировать, детсад, из детского сада повытаскивали, из школ, из вузов, бюджетников. Я, собственно, все думаю о том, вот как у Аберченко, когда это настанет? Помните 12 ножей в спину революции? Когда будут буквы, читать алфавит, вот буква Г, вот буква И в виде виселицы. Когда это начнет происходить? ГУАГи, расстрелы, тройки, все это будет? Ну, мы в эпоху совершенно иную живем. Давайте не будем забывать, что ГУАГ, это тоже экономическое орудие было. А, кстати, вы знаете, что сейчас тюрьма в России признана городообразующим предприятием? Да что вы говорите. Да. Ну, может быть, они думают в этом направлении. Нет, я, честно говоря, не очень верю. Если бы не было необходимости в великих стройках сталинских лет, я думаю, Советский Союз при Сталине не расходовал бы такие средства на создание вот этой системы лагерей. Да. Действовали бы какими-то другими методами. Я не думаю, что вот один к одному могут времена повторяться. Я могу при этом ошибаться, простите. Но мне кажется, что вот то, что делают сейчас российские силовики, и я думаю, что эта политика согласована на самом высоком уровне, и Путин дал на это свое добро, это политика, ну, скажем так, точечного преследования тех или иных оппонентов, инакомыслящих, потенциальных противников. Ну, то есть, условно говоря, вот знаете, как социологическое исследование проводится, да, вы же знаете, для того, чтобы выяснить настроение в обществе, где, возможно, десятки миллионов человек, достаточно опросить полторы тысячи, ну, социологи на эту тему смотрят, но обычно полторы-две тысячи человек представляют адекватный, релевантный срез общества, потому что в этой выборке есть там старики, молодые люди, женщины, незамужние, вдовы, студенты, у которых есть семьи, студенты, у которых еще холостяки, незамужние девушки. Ну, кстати, когда сюда заходила российская армия, у них же были эти списки? Каждая тварь по паре. Вот точно точечным образом, я бы сказал, вот по такой социально-демографической выборке ведутся преследования, репрессии в отношении людей, которые либо являются лидерами оппозиционного общественного мнения, либо имеют такую возможность. Условно говоря, одного независимого журналиста, одну актрису, одну режиссерку, одного писателя, одного бывшего депутата Государственной Думы, одного чиновника, который отбился от рук, ну и так далее. Вот понимаете, попробуйте проанализировать вот все эти случаи, включая, казалось бы, совершенно необъяснимые репрессии в отношении, ну, просто какой-нибудь учительницы или медсестры, или работницы каких-то социальных органов. Недавно уборщицу взяли. за терроризм. В результате, дальше сарафанное радио разносит весть о том, что даже вот уборщицу посадили, которая вообще никакой угрозы не представляет, ничего против власти не затевала, но вот разные вольнодумные посты отмечала лайками. Ну, и не недаром, когда заходила сюда в Украину российская армия, у них же были эти известные списки на ликвидацию, там было несколько тысяч человек, которых необходимо ликвидировать в Харьковской области, в Харькове, Киев, Киевской области, ну и так далее по списку. Одесса, куда дальше уже можно будет попасть. Евгений Алексеевич, приезжал Лукашенко, Лукашенко, как я считаю, самый главный квадробер союзного государства. Он, когда получал орден Андрея Первозванного, наклонялся все ниже, 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 чуть на четверинке не стал и не гавкнул перед Владимиром Путиным, но ходят слухи о том, усиленно причем стали курсировать, что Путин до конца текущего года или в начале следующего может убрать Лукашенко. Если это случится, хотя я до конца в это не верю, как это отразится на войне, на ваш взгляд, если будет чисто российский силовик править Белоруссией? Ну, я думаю, что это ускорит революцию в Белоруссии, потому что мы все-таки видели, что нынешнее поколение белорусских граждан способно к массовому протесту. Я думаю, что далеко не все участники вот этих самых памятных нам митингов и демонстраций, которые прошли в Белоруссии в августе-сентябре 2020 года, когда были грубо сфальсифицированы итоги президентских выборов, и Лукашенко, по сути дела, сам себя назначил президентом на новый срок. Вот далеко не все эти люди уехали из страны. Да, там большая эмиграция, говорят, что 100-150 тысяч белорусов после этих событий вынуждены были покинуть родину, но я думаю, что число людей, которые ждут, не дождутся, когда наконец Александр Гилович либо переместится в мир иной, либо будет свергнут тем или иным способом, огромное и появление чужака, спущенного сверху какого-то российского силовика на посту руководителя Беларуси, я думаю, что народ этого не поймет и начнет бунтовать. Это уже тоже было Казахстан, это все уже тоже было. Да, и народ может начать бунтовать, и даже я не поручусь за армию и за белорусских силовиков. На самом деле я как безответственный человек, я там не дипломат, не государственный деятель, не политик, я считаю, что не в Курскую область нужно было заходить в СУ, а победоносным маршем пойти на Минск. Я думаю, что никакого сопротивления войска, которые пошли бы наводить порядок в Беларуси, не встретили бы. Прошли бы точно так же, как прошел Евгений Пригожин. Как с масла дошли бы до Минска. И это был бы для Путина бы чудовищный удар. Ну, я не прав, наверное, я ошибаюсь, наверное, я предаюсь безответственным мечтаниям. Но полагаю, что ну, хорошо, вот придет какой-то там псевдо-белорус, найдут у него, может быть, какие-нибудь белорусские корни, бабушку, маму, или выяснят, что чем-то он с Беларусью связан, и можно его поэтому назначить президентом. Ну, и что дальше? Он что будет делать? Белорусскую армию в бой пошлет? Я что-то представил себе, знаете, картину. Представляете вот картину, если Путин направит снова Януковича и Царева в этом случае для того, чтобы их попробовать посадить на кресло Лукашенко. Евгений Алексеевич, приезжал к Путину еще один человек помимо Александра Григорьевича, новый президент, недавно избранный президент Ирана. На ваш взгляд, Путин его к чему агитировал, к чему толкал? Масштабировать войну на Ближнем Востоке, чтобы заполыхал весь Ближний Восток, ударить по Израилю или к противоположным вещам совершенно? Вы знаете, как говорится, свечку не держал. Не знаю, о чем вы там говорили, но осмелюсь предположить, что Путин не настолько слабо информированный по иранским проблемам человек, чтобы не понимать, Масуд Пизишкиян, недавно избранный президент Ирана, не тот человек, который будет принимать окончательные решения. В Иране в лучшем случае номер два человек, президент этой страны. Номер один это, причем это не из области, знаете, там, политической конспирологии, когда говорят, что на самом деле властителем страны Н является там какой-то серый кардинал, а не тот человек, который номинально возглавляет страну, является главой государства или президентом, или премьер-министром. Нет, в иранской конституции, друзья, прямо записано, черным по белому, что верховная власть принадлежит рахбару, лидеру Исламской республики, вот в данном случае конкретном этот пост занимает Аятулла Али Хаминеи, и Путин отлично понимает, что именно Хаминеи будет принимать окончательное решение. Он ездил в Тегеран, он с Хаминеи встречался, по-моему, и Хаминеи приезжал в Москву, хотя я могу ошибаться, может быть и нет, но факт тот, что во время недавнего визита Путина в Тегеран, у него была встреча с Хаминеи, там они, наверное, все и обсуждали. Но Путин и Хаминеи захотят организовать большую войну? Во время этих нынешних переговоров ну просто что-то там продемонстрировать, что Россия и Иран союзники и какие-то месседжи попросить, чтобы он передал рахбару, лидеру Исламской Республики Ирана Али Хаминеи. Путин постарается, чтобы Ближний Восток заполыхал? Сложный вопрос. Вы понимаете, по принципу, ну, иногда Путин себя ведет по принципу чем хуже, тем лучше. Чем хуже для Америки, для союзников Соединенных Штатов, для тех стран и политических сил, которые ему противостоят на международной арене, которые ратуют за санкции, которые совершенно сознательно делают Путина мировым изгоем, ну, вот, для них он готов нагадить, извините меня за грубое слово, насрать везде, где только можно. С точки зрения рациональный, ну, смотрите, если он подтолкнет Иран к войне против Израиля, если Израиль ответит не так, как раньше отвечал иногда, там, точечно, в основном с помощью, там, тех или иных спецопераций, а если ударит всей мощью израильских вооруженных сил и, возможно, даже привлечет каких-то союзников к этой операции, в Иране может обрушиться режим, который, существование которого Путину пока что весьма выгодно, могут произойти перемены, которые он не будет контролировать и в результате которых он, возможно, лишится того выгодного сотрудничества военно-технического, которое он имеет сейчас. Это с одной стороны. С другой стороны, ведь он может рассуждать и иначе. Большая война, Израиль отвечает ударами по иранским нефтеприискам, по объектам нефтеперерабатывающей промышленности и в результате, значит, вообще прекращается, ну, формально Иран под санкциями, но мы знаем прекрасно, что санкции можно обходить и Иран санкции благополучно обходит и иранская нефть это важный фактор на международном рынке, если ее оттуда убрать, цены взлетят, это выгодно Путину, и еще меньше станет возможности вытеснить российскую нефть с мирового рынка. вот теоретически есть же такой вариант, об этом рассуждают экономисты, знатоки мирового нефтегазового рынка, что, ну, теоретически можно сделать так, чтобы снять, ну, разумеется, там, при определенных условиях, договориться с Ираном, что он заканчивает свою агрессивную экспансионистскую политику, все там, домогав войны в землю, никаких ядерных программ, опять дружба с Ираном, как раньше было, как при Шахе дружили с Ираном, в смысле, с Израилем, все было нормально в отношениях между Израилем и Ираном до прихода Мул к власти. Вот возврат, условно говоря, к отношениям, которые были при Шахе, и тогда можно пустить иранскую нефть, которая в производстве значительно дешевле российской. Она примерно такая же, как в Саудовской Аравии. Но она легче, да. Она значительно легче, в нем значительно больше процент содержимости легких фракций, из которых получают авиационный керосин, бензин, дизельное топливо, да, и она вот находится прямо почти что на берегу Персидского залива. вот саудовские нефтеприиски, они грубо говоря, на южном берегу Персидского залива, а там же и Кувейт, там же и Эмираты, и Бахрейн, и Катар, да, а через Персидский залив уже иранские нефтеприиски, в провинции Хузистана в основном они сосредоточены. и чудесно, просто можно подгонять туда танкеры, разливать нефть, нефтепродукты, и это вариант, который, в общем, очень плохой для Путина. И вполне вероятно, что Путин как раз заинтересован в том, чтобы нагнетать напряженность в отношениях между Ираном и Израилем, Ираном и Саудовской Аравии и подталкивать Иран к войне, потому что если вдруг что-нибудь случится с иранской нефтяной отраслью, Путину это будет чрезвычайно выгодно. И китайцы теперь, сейчас они предпочитают покупать иранскую нефть, а вынуждены будут покупать российскую. Так что здесь о двух концах. Евгений Алексеевич, последний вопрос на сегодня. Вспомнили о томогавках, а я вспомнил Дональда Трампа, который бил ракетами «Тамагавки», кстати, в том числе и наемникам, которые поддерживались в России. Евгений Алексеевич, Дональд Трамп, как об этом написал издание The Washington Post, Боб Вудборд, не кто-то, а человек, который раскрыл тайну Уотергейдского скандала, он написал о том, что Дональд Трамп отправлял Путину в тайне дефицитные тесты на коронавирус. Зачем Трамп спас жизнь Путину и почему он так хочет, чтобы Путин жил? Вы знаете, ну, я не думаю, что Боб Вудвард врет. Все-таки Боб Вудвард это человек тяжеловес американской политической журналистики, ветеран, вы совершенно правильно вспомнили историю про Уотергейд, вся президентская рать, вот эта серия статей Вашингтон-Пост, которые вывели Никсона на чистую воду. Было доказано, что называется, общественности американской, что Никсон пытался замять, скрыть этот скандал, и это привело к его отставке, потом была и книга, и фильм замечательный, который получил все возможные Оскары, потом было много других книг, и Вудворд, кстати, написал во время, по-моему, к концу первого срока Трампа книгу и о нем, причем в отличие от многих других авторов, которые писали со стороны, что называется, Вудворд же имел возможность разговаривать с Трампом, беседовать с ним, там часть книги построена на личных интервью с тогдашним президентом, да, поэтому не думаю, что он изобретает эту историю, зачем, ну, послушайте, я не думаю, что он спас ему жизнь, тесты это еще не стопроцентная гарантия спасения жизни, знаете, там люди, которые умирали от ковида, тоже проходили тесты, возможно, иногда даже диагностировался ковид у них абсолютно вовремя, но это их не спасало, он сделал ему услугу, ему очень хотелось с ним подружиться, что-то он в Путине, Трамп чувствует родное, у меня такое ощущение, вот, я не могу рациональным образом объяснить, чем Путин якобы нравится Трампу, кто-то его притягивает, знаете, мне кажется, что вот это вот пацанское такое вот шпанистое, хулиганское начало, которое есть, безусловно, в Путине, шпаная с питерской подворотни, да, вот это импонирует Трампу, потому что он, мне кажется, внутренне в значительной степени такой же, да, который готов вести себя как распоясавшийся хулиган временами, да, который плевал на общественное мнение, который говорит иногда такое, что отарап берет, вот родственные души, мне кажется, они Путин и Трамп, поэтому Трамп, собственно говоря, периодически им начинает восхищаться и даже делает ему какие-то услуги. Да, конечно, я допускаю, что есть такая конспирологическая теория, не особенно, чем подкрепленная, но вот якобы когда-то советская разведка еще либо завербовала, либо набрала какой-то компромат на Трампа, которого он страшно боится и якобы агенты Москвы Трампа давно и успешно этим шантажируют, не очень в это верю. Есть папочка, да. Есть папочка, говорю. Ну да, не очень в это верю, потому что знаете, президент великой державы, на то и президент великой державы, что может выйти там на трибуну и сказать, да пошли они все, врут они, и не слушайте их, они просто меня боятся это унизить. Но еще одно обстоятельство, понимаете, все-таки Трамп мыслит в категориях сделать Америку великой опять, маг, вот эта вот идеология мага. Ну, как-то вот я не могу поверить в то, что частью этой идеологии будет терпимое отношение к России и ее президенту. Я думаю, что Трамп может быть и готов о чем-то с Путиным договариваться и дружить, но по принципу я в этой дружбе главный, а ты у меня на побегушках, на стрёме стоять будешь. Слышь, пацан? Друзья, мы на этой ноте сегодня заканчиваем, а вы, пожалуйста, подписывайтесь на все наши YouTube-площадки, на YouTube Евгения Киселева, на два YouTube-канала Дмитрия Гордона Дмитрий, Гордон Эдгостя, а у Гордона они называются. Оставляйте как можно больше лайков и комментариев под наши беседы, не забывайте это делать и кликайте на все возможные колокольчики для получения уведомлений о всех наших видео. Их будет больше, больше и больше на всех наших перечисленных каналах день от дня. Евгений Алексеевич, спасибо вам большое. Спасибо вам, Александр. И я тоже прошу, друзья, ждем от вас лайков, вопросов, комментариев и подписки на мой канал и на все каналы Дмитрия Гордона. До новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok